Всем привет! Без сомнения, главным антигероем всего сериала Игра Престолов является предводитель иных темный и загадочный Король Ночи. Ну а главным вопросом, который интересует абсолютно всех зрителей прямо сейчас, удастся ли в финальной битве людям победить его, а значит выжить? И в то время как большинство все-таки склоняется к мысли, что да, каким-нибудь образом Король Ночи все-таки должен будет быть убит в восьмом сезоне, я хочу представить вашему вниманию очень интересную теорию, которая объясняет, почему Джон и Компания не смогут уничтожить вожака Белых Ходоков, как бы они ни старались, и соответственно, чем же в результате окончится сериал. Начинаем! Итак, для начала давайте немного вспомним о самой личности Короля Ночи, если так вообще можно выразиться. Известно нам о нем крайне мало, а вот впервые на экранах таинственный Иной появился в завершающем эпизоде четвертого сезона, когда вероятнее всего один из детей Крастера был превращен им в Белого Ходока. Из этого мы впервые смогли сделать вывод, для чего же иным младенцы, это раз. Ну и второе, что именно у их предводителя есть сила, способная не только поднимать мертвых, но и обращать живых. Пока что давайте просто запомним этот момент и пойдем дальше. А дальше уже пятый сезон и его восьмой эпизод «Знаменитый и ужасный суровый дом». Тогда нам абсолютно четко дали понять, что за полчищами беснующейся нежити стоит воля Короля Ночи, спокойно наблюдавшего за всем происходящим, а позже и вовсе поднявшим обратно тысячи только что умерших людей, по сути наделив каждого из них крошечной частицей своей собственной силы и сделав их покорными рабами своей воли. Этот момент еще раз подтверждает, что сознание предводителя иных может выходить далеко за пределы его тела. Но как вы уже догадываетесь, к чему я подвожу? Если нет, вот еще парочка примеров. Шестой сезон и путешествие Брана. Тогда мы увидели, как сразу после того, как Король Ночи обратил на него свой взгляд, все его огромное войско мертвых вдруг заметило чужака. То есть это еще раз дает понять, насколько сильной властью, как на живыми, так и над мертвыми обладает Король Ночи. Кстати, по поводу Брана, мы с вами в курсе, что ему-то как раз и пророчат роль главного антипода Ночного Короля, ну не считая еще Джона Сноу, а также человека, чьи действия могут завести сериал непонятно еще куда и все в нем поменять. А вот теперь давайте на минутку отвлечемся и представим, что в сценарии все пошло совсем по-другому. И что действие разворачивается в наши дни. Все уже представили Дейенерис в образе суровой горожанки. А вообще встретились бы они с Джоном, если бы не было никаких битв за трон. Представим, что Дейенерис случайно знакомится в приложении Баду с симпатичным пареньком по имени Джон Сноу. Они начинают общаться и узнают, что у них много общего. Она счастлива, ведь он готов мириться с ее внутренними драконами. И тут появляется подруга Дейенерис Серсея. Вдруг в реальной жизни они сошлись бы на почве любви к власти. Серсея высказывает свое фи, касаемо знакомства со всякими фейками и поселяет зерно сомнений. Но тут наша бурерожденная вспоминает про волшебную синюю галочку в профиле Джона. И эта галочка является неким гарантом того, что Джон настоящий. Его фото подтверждены, а соцсети привязаны. То есть никаких сюрпризов в виде ожидания встречи с Джоном, а реальной встречи с иным быть не может. Тогда и Серсея понимает, что знакомиться на Баду абсолютно безопасно. Начинает безудержно всех лайкать, короче сжечь. Одним словом, в 21 веке есть множество способов познакомиться. Но я думаю, что Дэнни и Джон сделали бы это самым популярным и легким для нашего времени методом через онлайн дейтинг. Но вернемся к основной теме видео. И давайте уже, наконец, вспомним седьмой сезон, когда даже частичку рассудка Брана, вселившегося в ворона, без труда почувствовал Король Ночи. После чего стая буквально развалилась в воздухе. Из этого мы лишний раз убеждаемся, что, по крайней мере, пока главный иной куда сильнее Брана. И обладает теми же способностями, но увеличенными во многие разы. И тут я, пожалуй, прекращу испытывать ваше терпение и все-таки озвучу уже саму суть видео. Смотрите, Король Ночи имеет огромную, просто непостижимую власть, как над живыми существами, что мы видели на примере ребенка Крастера, так и над мертвыми. Ему хватило сил, чтобы без труда оживить и починить себе даже дракона. Неужели вы при этом действительно верите, что, к примеру, если случится так, что физическая оболочка, то есть тело Короля Ночи, все же удастся уничтожить, пускай тому же Джону своим валерийским мечом, то, обладая такой непостижимой силой, Король Ночи не сможет подчинить себе какое-нибудь другое тело. Мне кажется, это вполне себе реальным. Недаром немного раньше я говорил о том, что у него и Брана есть похожие возможности, к примеру, способности варгов. Но только Король Ночи, естественно, при этом еще куда мощнее. А помните, как еще несколько сезонов тому назад Джоуэн Рид предупреждал Брана, чтобы тот не слишком долго задерживался в теле своего лютоволка, иначе в нем можно остаться навсегда? Но если Бран мог навсегда перенести свое сознание в другое живое существо, то Королю Ночи и подав на это под силу? И если, говоря о Старке, речь шла о том, что это может произойти непроизвольно, то предводитель белых ходоков сможет сделать подобное в ему одному нужный момент. В этом я абсолютно уверен. Да что там говорить, похожую ситуацию с куда менее сильным персонажем мы с вами уже даже наблюдали ранее в сериале. Помните, когда Джон Сноу был у Одичалых? Там присутствовал человек по имени Орл, варк вольного народа, умеющий вселяться в Орла. Так вот, когда между ним и Сноу завязалась схватка, и Джон таки проткнула Одичалова своим мечом, в последние мгновения его жизни сознание Орла переместилось из умирающего человека в Орла, который напал на Джона и сцарапал и склевал ему руки и лицо в кровь. То есть вы понимаете, даже обычный варк, обладающий ничтожно малой силой по сравнению с могущественным Королем Ночи, сумел таким образом, ну как бы избежать смерти получается. Так что, по-моему, это развеивает все оставшиеся сомнения. А к чему мы в результате приходим? К тому, что, скорее всего, в финальном сезоне людям удастся как-то остановить белых ходоков и их армии. В противном случае все семь королевств ждет полнейшее истребление, а сам Мартин говорил, что такого не будет. Но при всем этом, как по мне, в лучшем случае иных удастся повернуть вспять, как это было сделано более 8 тысяч лет назад, после решающей битвы за рассвет. Ведь вспомните, тогда армию мертвых не удалось полностью уничтожить. Нет, иные просто развернулись и ушли на далекий север. Но это только первая часть. А теперь второе и самое интересное. Уже существует множество теорий, которые говорят о том, что Бран и Король Ночи – это одна и та же личность. Или Бран превратится в Короля Ночи, или еще что-то в этом роде. Таких версий полно, ими уже никого не удивить. Но вы не думали, что дело может принять совершенно другой оборот? И после решающей схватки Короля Ночи и Джона, а по законам жанра именно нечто подобное должно произойти, так вот, после решающего поединка Короля Ночи и Джона и победы последнего, сознание великого иного переместится именно в человека его убившего, то есть в Джона Сноу. Уверен, силы для этого у Короля Ночи должно хватить, а Сноу в это время будет самым близким к нему созданием. Это, знаете, что-то наподобие, скажем, фильмов про изгнание бесов, когда часто говорится о том, что в момент, когда демон покидает одно тело, ему срочно нужно найти себе другое, и это как раз самый опасный момент из всего ритуала. И другой пример – старая восточная сказка о драконе, которого никто и никогда не мог убить. Но впоследствии оказалось, что за многие столетия дракона убивали десятки раз, просто убивший его герой, не в силах отказаться от силы, власти и богатств, сам становился новым драконом. Вот такие вот дела. А вы как думаете, возможен ли вариант с переселением сознания Короля Ночи в целом и перемещением в Джона Сноу в частности? Давайте обсудим эту версию в комментариях. А я же, продолжая эту теорию, еще в двух словах хочу поговорить о финале всего сериала. Я не знаю, чем там закончится борьба за трон, сейчас речь не об этом, а о главной войне, войне с белыми ходоками. Так вот, как я уже раньше говорил, думается мне, что людям удастся отбиться, но в первом, более лайтовом варианте, часть мертвого войска будет уничтожена, часть двинет обратно на север, но Король Ночи все-таки останется, пусть и не в своем привычном виде, просто как постоянное присутствие темной силой, что-то вроде духа Саурона из Властелина Колец. Во втором же случае, если действительно допустить, что местом для сознания короля станет Джон, боюсь, нам с вами придется с ним попрощаться. Джон, вероятнее всего, будет убит, возможно, даже самой Дейенерис, тут вам и пророчество об Азорахае, тем более, что вы помните, как в седьмом сезоне оказалось, что принц, который был обещан, может быть переведен и как принцесса, которая была обещана, ведь на высоком валерийском у слов нет рода. Поэтому не стоит сбрасывать со счетов такой расклад, при котором Матерь Драконов собственноручно уничтожит своего возлюбленного, разум которого уже к тому моменту заполонит Король Ночи. Как это может случиться, ну не знаю, не думаю, что в бою это было бы совершенно нереально и даже, как по мне, немножко смешно, а вот вариант, при котором Дейенерис сожжет Джона, скажем, в огне Дрогона, по-моему, вполне себе может быть. Это будет в стиле как Бурерожденной, так и всего сериала. Ну и понятно, что в этот момент зрители должны будут лить горючие слезы по главному кудряхе Вестероса, вот вам и горько-сладкие финалы, бла-бла-бла. Так что, как знать, возможно, именно так все и произойдет. В любом случае, само собой, это просто теория, верите или нет, решайте сами, а если вам интересно смотреть, поставьте палец вверх, поделитесь этим видео, ну и подпишитесь на наш канал, если вы еще почему-то этого не сделали. Я же, пожалуй, на сегодня буду закругляться, теперь жду ваших комментариев и вашего мнения по поводу этой теории. Что ж, спасибо всем, кто досмотрел до конца, увидимся мы с вами уже очень скоро, а пока что, всем пока!